удивительно и во вторых вы сейчас будете вновь удивлены самый недорогой отель нас окружают эти псы эй мы в номере дверь сломали конечно я буду есть сегодня рыбу меч это очень вкусно но очень жирно но очень вкусно в коем-то веке мы рядом всей семьей и молниеносно врываемся в отель тренде необычный отель где до моря нужно плить на лодочке есть морской бассейн на территории которые работали вот это да стиль дизайн красота как же красиво сегодня у нас 3 декабря мы вне сезон и здесь есть жизнь и это не может не радовать это уличная терраса и какой красивый вид с нее открывается дали номер все быстренько заселили время 10 утра даже ничего почти не заполнял но и по традиции вот это да удивительно удивительно А, ванна, ты посмотри какая. Просто... Ну что, залетаем и с песней. Огромный шкаф. Просто огромнейший. Кажется, это вкус отдыха. Ну, давайте смотреть дальше номер. Заряжай тапки на хороший, смачный, большой прыжок и не затягивай. Раз, два, три. Мне очень нравится номер. Я довольна прям сильно-сильно. А когда я довольна? Надо танцевать. Довольна вся семья. У нас дверь выпала. Тем временем мы заряжаем тапки на обед. Для тех, кому интересно, есть магазин с детскими товарами, даже магазин с очками. Ночной клуб. Зафиксировали, где он находится. И будем обходить стороной. На всякий случай. И мы заходим в главный ресторан. Берешь тарелку и, видимо, набираешь. Ну что, наконец-то заряжены острова еды. Вижу большой выбор. Ну и побежали. Похоже, мне уже здесь очень и очень нравится. И это самый недорогой отель, если так можно сказать, в нашем этом сезоне. Вы только посмотрите на это. Баранье ребрышко. По-моему, это уже выглядит вкусно. У меня сегодня телятина и сосадка соуса. Мироха вон там котят покормил. Ну, хотел котенка покормить, а там мамаша все съела. Настолько вкусно все приготовлено, что буквально себя останавливает. И говоришь себе, что тут можно поесть в любое время. Здесь уже чувствуется, что есть своя атмосфера в отеле. И это круто, когда в отеле есть атмосфера, а не просто бетонные стены. И как все ухожено, как все чисто, нераздражающе. Нет резких каких-то даже запахов. Кайф. Я думал, будет что-то типа Кристалла, но оказалось вообще нет. Похоже, что басик. Суть по девушке, на которой мало одежды. Это бассейн с наружной стороны. И похоже, что не выйти и не войти с улицы. Ну что ж, тогда давайте посмотрим мельком вот эту часть. Здесь красивый лес и биллы расположены. Улусой, в который я влюбился месяца два или три назад, подвинут немножко. И теперь на одном пьедестале вот эти два отеля. И где-то рядом с ними Seven Seas. Допустим, сезон будет клевый отель. Ну, типа IAC. Но вне сезона же тоже важно, как отель работает. Наверное, это все-таки показатели, как работает. Типа это, хороший человек, он не может быть только в сезон хорошим. Он должен круглогодично быть хорошим. Классное решение. Раковина на улице. Первый раз такое вижу. Здесь посадочные места. И, представляете, бар работает. Вот этот поворот. Неожиданно. Пулл-бар. Бар на уличном бассейне. В центральной части. Мардан Пелос, если что. Я сейчас повернул камеру для того, чтобы показать, во-первых, наши счастливые лица, потому что мы в фантастическом месте. И, во-вторых, вы сейчас будете вновь удивлены. Этот отель имеет свою собственную пирс. Это что? Неужели можно брать? Он имеет свой собственный пирс для того, чтобы дойти до моря. И мы сейчас поплывем на кораблике. И все это включено в стоимость отдыха. Мы сейчас вот пришли и просто сядем в этот катер. Здравствуйте. Заряжаем тапки на перемещение по воде. И вперед погнали. Мне кажется, этот корабль специально не убирают, чтобы инстаграммные инстаграмщики инстаграммились. Собаки всех видов. Привет. Привет ты. Привет рыжий запеченный. Так, а теперь, вашему вниманию, бич-бар. И он работает. Он работает. Так. Эй. Бич-бар. И тут есть напитки. А, там просто все в собаках. Вот эти пятна, это все собаки. Наверное, есть ценитель такой красоты. Наверное, есть ценитель собак. Ну, отвалите собачки. Не надо за нами бегать. Да. Не-не-не-не. Давайте, это вы напухшие какие-то непонятные. Ай, нас окружают эти псы. Ну что, куча смешанных разных впечатлений, ощущений. Между прочим, если будет жара, сезон, то мы сюда первые побежим, как миленькие, там, в 7-8 утра. И получается, этот отель не на первой линии. Ну, вот такой интересный квест для того, чтобы добраться на пляж. Ну что, продолжаем наше ознакомление с этим прекрасным отелем. И здесь находится бар, и мы точно знаем, как им пользоваться. И используем это знание по назначению. Посидели, немножко взбодрились, отдохнули. И заряжаем тапки в сторону бассейна. Бассейн морской воды. Представляете, сколько там кастрюль соленой воды. Сакамай. Это, слушайте, суши, наверное, да? Здесь у нас находится гизельмэ. В этой красоте мы не можем себе отказать. Это лучшая гизельмэшная, которую я видел. И, конечно, мы сейчас попробуем... Попробуем, наверное, все. Это огонь, ребят. Вообще огонь. Пиде. Бюрек. Пиде, что там, гизельмэ. Все готовят. Мы в восторге, конечно. Не успеваем еще выдохнуть, как уже от нового в восторге. Ощущение, как будто, если никто не знает, что здесь работает гизельмэ. Более того, если еще есть пиде, и еще бюрек, который мы никогда не ели. А бюрек – это пирог с сыром. О, ребятушки, я первый раз ем вкусное гизельмэ. Я гизельмэ, вообще, знаете, не очень-то любитель, но насколько это вкусно сделано. Нереально. И вот это обязательно попробуйте. Я уже пробовал, но, как выяснилось, Маша не пробовала. Это пирог, сырный пирог называется. Это очень вкусно. Ну, очень жирно, но очень вкусно. Расскажу вам по секрету, это иностранцы. И они не говорят по-русски. И более того, они не знают, что в ногах правды нет. Как называется? Бюрек. В общем, в деле, связанном с гизельмэ, главное знать меру. Главное знать меру. И хорошо, что мы ее знаем и никогда не переедим, чтобы, вы знаете, пузо так вываливалось. Мордан Пелос, как много мы тебя слышали, как много мы о тебе видели. И даже Дженнифер Лопес была здесь. Даже вот сейчас переименовали в Титаник Мордан Пелос, но это все-таки прежде всего Мордан Пелос. Гизельмэ и Пиде сбили нас с толку. В общем, мы шли-то туда же. Развернулись и почему-то пошли обратно. Но похоже, что мы завтра здесь увидимся. А еще тут можно прийти с ноутбуком. Это детская тренди-сцена для тренди-детишек. А там в тренди-мангал с тренди-пиласиком. В общем, пойдем к мангалу. Мне кажется, это место для шаманов. Хотели бы вон туда пойти, но там уже выезд на море к лодочкам и налево будет поворот там. А это просто красивая аллея для вечерней, может быть, прогулки. А сейчас мы находимся в части с виллами. Не виллами для навоза, а виллы. Вот такая шутка пришла сейчас в голову. Здесь прайват-территория, как говорится. В общем, для ребят, кто живет на виллах. Безмятежность, красота, стиль, сдержанность. Наверное, вот эти вот слова приходят при взгляде на вот эту картину. Мируха там что-то нашел, сейчас посмотрим. Мируха часто находит дельные места и подсказывает дельные мысли. Это ребенок нового поколения. Что, Мирух? Мы где-то тут сейчас. Или тут? Тут мы где-то находимся. Вот тут мы стоим. А-а-а. Я же говорю, это кладезь информации. Пойдем, Мирух? Вновь перед нами полотеночное. Можно взять, можно отдать. Ничего при этом не оплатить. Отсюда, друзья, начинался наш обзор. Мы теперь зашли просто с другой стороны. И нам надо на ресепшн, чтобы дверь наладили и найти вар. Мы в номере дверь сломали. Сейчас пойдем это чинить. Нашла Маша детский мини-клуб. Зимний вариант. Дверь нам сейчас починят. Сходят починить. И мы хотим Мируху отправить в детский клуб. Нет, мы здесь или здесь. Да, вот он родной. Буквально одну проводочку, чтобы имели представление, что здесь есть. Все, мы идем дальше. Искать бар. А ты телефон вписала? А здесь, посмотрите, находятся какие-то, видимо, в сезон работающие островки, на которые можно... Или столики здесь, или еще что-то. Ну, в общем, необычное такое место. Куда-нибудь приземлимся на одном из этих удобных лежбищ. Ребятушки, а мы выходим из нашего фантастически красивого, роскошного номера на ужин. Вон там креветки. И здесь находится огромный остров Горячий Цех. И вон там тоже Горячий Цех находится. Пойдемте. Мясные тефтели с рисом. Немножко озвучу. Жареная печень по-албански. Рыба-меч на гриле. Конечно, я буду есть сегодня рыбу-меч. Как можно упустить такую возможность? Сатэ из мяса ягненка с овощами. А сейчас отправляемся в бар. И отправляемся в желтый бар. Я нашел бар. В нем были жена и Мироха встроены. Ну и, наверное, надо что-то... Киви-де-кири? Не знаю, папа, что вкусненькое. В общем-то, ближе к вечеру выяснилась одна приятная особенность. Спорт-бар. Тут не особо про спорт, сколько про бар. Находится буквально за одной решеткой от места, где, собственно, проходят мини-диско. Субтитры создавал DimaTorzok Добрых снов, сладких снов, спокойной ночи. Увидимся завтра. Увидимся прям утром. Может быть, это даже произойдет примерно сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok